Беларусь рассчитывает на установление стратегического партнерства с Ираном, подчеркнул Александр Лукашенко в поздравлении президенту этой страны, где сегодня отмечают 45-ю годовщину победы Исламской революции. За прошедший период иранский народ утвердил право двигаться по самостоятельно избранному пути развития. Беларусь и Иран, основываясь на принципах уважения и взаимопонимания, планомерно расширяют взаимовыгодное сотрудничество, слаженно работают на многосторонних форумах. Мы поддерживаем полноправное участие вашей страны в Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. Рассчитываю, что контакты между Минском и Тегераном на этих международных площадках также помогут нашим усилиям по установлению стратегического партнерства. Александр Лукашенко также выразил благодарность за гостеприимство, с которым белорусская делегация была принята на иранской земле весной прошлого года и выразил уверенность, что все достигнутые во время визита договоренности будут эффективно реализованы. Пользуясь случаем, глава государства вновь пригласил президента Ирана в удобное время посетить Беларусь для обсуждения новых перспективных направлений сотрудничества. Главным внешнеполитическим событием последних дней для Беларуси стал официальный визит президента в Узбекистан. Эта тема будет одной из центральных в нашей итоговой программе. Корреспонденты готовят материалы к эфиру. Не пропустите сегодня в половине восьмого. Выйти на миллиард. Давайте вот договорились, надо делать. Как прошел визит президента в Узбекистан и какие направления намечены, за ходом турне следил Евгений Пустовой. В политическом тоне Амира Тимура смело и уверенно Беларусь выстраивает именно так. Новый диалог с Узбекистаном о центрально-азиатском векторе. Недельный материал Евгений Пустовой из Ташкента. В режиме наблюдения. Есть ли замечания у представителей миссии СНГ и как в целом они оценивают ход избирательной кампании? Все-таки, вы знаете, мы избираем свое будущее на сегодняшний день. Интервью с руководителем штаба миссии наблюдателей от СНГ Леонидом Анфимовым. Без зазрения совести. На что способен искусственный интеллект? Онлайн-платформы то и дело пестрят все новыми рекламными интеграциями приложений с функцией дипфейка. От бесплатных любительских до весьма дорогостоящих, но уже с пометкой про... О чем говорил Путин в интервью американскому журналисту и что значит отставка заложного? Разберемся в мировых новостях. Господин Такер, себе в обрет. Вы делаете это? Себе в обрет. Что посеешь? Как в Беларуси готовятся к весеннему агроинтенсиву? Готовь с телегу зимой, пока ученые разрабатывают новые сорта культур, аграрии, чинят технику и заводят органические удобрения на поля. Допсевной рукой подать. Репортаж Глеба Прокофьева. Чем болеет белорусская медицина? Кнопка боли, музыкальное сопровождение и лечение зубов под микроскопом. Сколько стоит красивая улыбка и всем ли она по карману? Материали Юлии Мычки. Смотрите неделю каждое воскресенье в 19.30 на СТВ. Нам есть что показать. Израиль заявил, что нашел базу Хамас под зданием представительства ООН в Газе. В командовании утверждают, что его сотрудники знали о существовании подземного города. Во время зачистки туннелей на севере сектора Цахал обнаружил штаб и несколько путей сообщения. Палестинская группировка под главным зданием Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам. По данным израильской армии, под землей находился туннель со взрывозащитными дверями протяженностью 700 метров и глубиной 18 метров. Подземная база была соединена со штаб-квартирой агентства электроснабжением. Позже военные обыскали само здание. Внутри было обнаружено большое количество оружия, боеприпасы, взрывчатка, гранаты. Напомню, в январе Генсек ООН подтвердил участие сотрудников Ближневосточного агентства в нападении на Израиль. В результате этого многие страны прекратили финансирование отделения в регионе. Испанская полиция на пятый день протестов вступила в стычку с фермерами и водителями грузовиков. Правоохранители в Мадриде сначала блокировали проход митингующих, а после в отношении их начали применять силу. Профсоюзы дальнобойщиков и фермеров объединились для дальнейшего противостояния политике Брюсселя. Они требуют от испанских властей и европейских чиновников убрать экологические законы, снизить налоговые ставки и увеличить количество субсидий. Это впервые, когда фермеры и водители протестуют вместе. Никогда в истории еще эти два сектора совместно не выходили на улицы. Мы сделали это публично. Правительство вынуждает нас принимать ужасные меры при производстве. Из-за них товары будут доставлены позже сроков и в ненадлежащем виде. Поэтому мы просим политиков взять на себя ответственность и решить эту ситуацию, заставить власти встретиться с реальными рабочими. Со вторника испанские фермеры присоединились к своим коллегам из Германии, Франции, Италии, Португалии и Бельгии, проводя ежедневные акции протеста, в ходе которых были перекрыты несколько автомагистралей и портов. 19 уголовных дел по фактам телефонных мошенничеств возбуждено в Беларуси с начала года. В общей сложности у пострадавших выманили около 200 тысяч рублей. Как сообщили в МВД, в большинстве случаев для реализации преступных схем злоумышленники использовали водителей такси. Те забирали у обманутых людей посылки с деньгами и доставляли их в указанное место. О криминальной составляющей такой услуги они не знали, в отличие от получателей свертков. Последние уже за свой процент переводили наличные на иностранные счета или криптокошельки мошенников. Для выполнения роли посредников привлекались и подростки. Это стало возможным благодаря волонтерской инициативе «Крылья». Квадрокоптер теперь есть в распоряжении военно-патриотического клуба «Сокол». Его передача состоялась на территории 50-й смешанной авиационной базы в Мочулищах. Там у ребят также появилась возможность пройти тренировку на авиационном тренажере. Можно сказать, они побывали настоящими пилотами вертолета Ми-8. Вскоре предстоит осваивать и этот подарок. Как известно, после ужесточения законодательства частным лицам пользоваться дронами практически запрещено. И те, у кого они есть, передают их на нужды Вооруженных сил Беларуси. Функционирует наша инициатива с ноября 2023 года. За это время достаточно много граждан Республики Беларусь откликнулось. Уже более сотни дронов мы смогли собрать. В ближайшее время мы также будем и в военно-патриотические клубы их отдавать, и в различные воинские формирования, в Министерство обороны. Один из дронов отправится в Военную академию Республики Беларусь. Что касается военно-патриотического клуба «Сокол», он создан под крылом 50-й смешанной авиационной базы в Мочулищах весной 2022 года. С тех пор его популярность среди молодежи выросла в разы. Ребята не только участвуют в мероприятиях гражданско-патриотического воспитания, с юных лет они учатся любить и защищать Родину. У древнейшего храма Беларуси Каложской церкви в Гродно появится пятиметровая звонница. С благословения настоятеля нашему каналу показали эскизы будущего сооружения. Звонница крестообразной формы разместится на площадке 9,5 на 6,5 метров с левой стороны храма на территории парка. От церкви к ней будет вести дорожка из колотого камня. Саму конструкцию выполнят из дуба, а с места звонаря будет просматриваться территория Каложа, чтобы он видел, например, как идет крестный ход. Архитектор Александр Захарчук при разработке проекта детально изучил технологию церковного звона, чтобы правильно разместить колокола. Их специально для Гродно отлили на Воронежском заводе в России. Учтенный важный нюанс – звонница не должна закрывать уникальный памятник православного зодчества XII века, а лишь дополнять в едином ансамбле. Применены естественные материалы – камень, дерево, жесть. Плюс еще крест будет сделан, как и на самой Каложи, из нержавейки. Ну и пытаемся вставить фрагменты витражного стекла. Ну такая, скажем, есть перекличка с плимфой, с маоликой, который находится на стенах Каложи. Колокола сами – это как произведение искусства, сделано красиво, добротно. Естественно, люди будут подходить к этой площадке и фотографироваться, и смотреть на это. Уже выполнен распил дерева для звонницы, идет процесс сушки. К монтажу конструкции приступят весной, чтобы к 9 мая объект был открыт. Первый колокольный звон дадут в честь 80-летия освобождения Гродно от немецко-фашистских захватчиков. На пути к финишу – поваленные деревья, ручьи, камни и снег. В Силичах открыли сезон забегов по пересеченной местности. Первое соревнование собрало более 420 участников. Это не только представители всех регионов нашей страны, но и спортсмены из России, Молдовы и Китая. Сегодня им пришлось преодолевать дистанцию в плотной пилене тумана. Протяженность пути каждый выбирал сам – 5 либо 10 километров. На старт вышли и дети. Для них длина трассы была меньше – около 3 километров. Тренера рассказала, мне стало интересно, я хочу попробовать первый раз. Хотелось бы занять призовое место сегодня. С вами приехала моя подруга. Интересная трасса, позитива много, настроение хорошее. Проверить, на что ты способен, выдержишь, силы разложить по дистанции. Уникальность этого забега – это то, что он проходит на территории Логощины. Здесь очень крутые подъемы, есть спуски крутые, есть даже ручьи. На финише каждого участника наградили памятной медалью. Следующие масштабные забеги с препятствиями пройдут только в мае. Продолжение следует...